Всем привет! Сегодня вам покажу самые свежие и самые вредные настройки от компании Google на ваших телефонах, на ваших смартфонах, на базе Android. Эти настройки нужно перепроверить и отключить каждому из вас, чтобы ваши телефоны работали намного лучше, намного быстрее, намного шустрее, перестали давать доступ к личным данным и отправлять их неизвестно куда. А если вы пользуетесь каким-то телефоном и у вас есть вот такая строка, видите, это строка поиска от Google, то 100% посмотри этот ролик до конца. Покажу хитрые и интересные настройки, которые касаются также вот этой строки. Если не подписан на канал, обязательно подпишись, поставь этому видео лайк и поделись с другом. Итак, для отключения всех вот этих настроек нам не понадобится абсолютно никаких программ. Все будем делать через стандартные настройки. Если вы пользуетесь Google Play Market, через который вы скачиваете игры и приложения, то все вот эти настройки у вас тоже будут. Заходим в стандартные настройки и вот здесь ищите среди всех вот этих настроек раздел, который называется Google. Вот он. Заходим на вот эту строчку. Дальше вот это меню будет зависеть от того, какая версия Android у вас и какое обновление. Допустим, у меня после обновления появился раздел «Рекомендуется» и раздел «Все сервисы». Вот раздел «Рекомендуется» нам абсолютно не нужен. Мы переходим на «Все сервисы». Возможно, у кого-то вот этого раздела «Рекомендуется» вообще нету. И вы сразу же попадете в вот такое меню, где будут разные настройки. Нам нужно зайти в раздел «Настройки для приложений Google». Вот, заходим сюда. Здесь у нас одна из первых вредных настроек в этом году. Найдите у себя «Поиск ассистент и голосовое управление». Заходим на эту строчку и у нас появляются еще некоторые настройки. Эта спрятанная скрытая настройка может быть в разных разделах на ваших телефонах. Допустим, первым делом перепроверяйте у себя строку, которая называется «Голос». Даже если вы не пользуетесь голосовыми командами, все равно нужно зайти и перепроверить. Потому что настройка хитрым образом сохраняет и разрешает по вашему Bluetooth-устройству выполнять разные команды, даже не ваши. Вот, заходите на эту строчку и вот здесь проверяете. Смотрите, у меня здесь этой настройки нету, но она называется «Разрешить запросы по Bluetooth на заблокированном устройстве». Если ее здесь нету, то не спешите, я сейчас вам покажу, где ее искать. Смотрите, есть еще раздел, который называется «Гугл Ассистент». Заходим конкретно на вот этот «Гугл Ассистент» и находите «Заблокированный экран». Вот он. Заходим на вот эту настройку. И эта настройка спрятана уже конкретно здесь. То есть, ваш телефон с помощью голосовых команд, даже не ваших, может получать доступ к персональным результатам и вашим данным. В общем, вот эту настройку вредную, конечно же, отключаем. И отключается еще и нижняя настройка, которая отвечает за прослушивание конкретно ваших слов. И на основе ваших слов вы получаете рекомендации и разную рекламу. Дальше возвращаемся с этих настроек немножко назад. И вот здесь также зайдите на вторую вредную настройку, которая называется «Персональные результаты». Вот, зашли сюда. Здесь будет активировано «Разрешите ассистенту предоставлять вам информацию из установленных приложений Google». А приложений Google на телефоне около 15 или даже 20 приложений, которые постоянно работают. И без сторонних программ вы даже их и не сможете удалить. И вот это все накапливается и отправляется неизвестно куда. В общем, тоже отключаем эту вредную настройку. Нажимаем «Отключить». Дальше возвращаемся снова назад стрелочкой. Здесь на самом деле очень много разных настроек. И смотрите, когда мы листаем вниз, здесь находим просто общие настройки. Тоже зашли сюда. И вот здесь смотрите, предоставляйте записи экрана. Проверка записи экрана, сделанных с помощью ассистента для улучшения продуктов Google. Обязательно отключите вот эту вредную настройку. И вообще, если вы Google ассистентом не пользуетесь, голосовыми вводами не пользуетесь, вообще подключайте полностью всю вот эту ерунду, которая собирает информацию с помощью вашего микрофона и куда-то еще сохраняет. Возвращаемся дальше назад. Возвращаемся еще назад стрелочкой, чтобы попасть на общее меню настроек, в которое мы изначально зашли. И обязательно также зайдите в «Конфиденциальность» и «Безопасность». Заходим на вот эту строку. Здесь несколько вредных настроек, которые тоже нужно пройтись и тоже обезопасить себя. Персонализация рекламы. Заходим на вот эту строчку. Она во всех будет включенная. Даже если вы не пользуетесь голосовым вводом, все равно выключите. Нужно выключать, потому что здесь собирается очень много разной информации. И какой у вас пол, и ваш возраст, и языки, на котором вы говорите. Состоите вы в отношениях или нет? Где вы учитесь? Где работаете? Наличие собственности, наличие ваших карт, наличие детей. В общем, если здесь углубиться и почитать, даже контролируются ваши места, где вы бываете. В общем, вот здесь нужно вот этот ползунок отключить. Вот так вот нажимаем и отключаем. Все, видите, все удалось нам. Нажимаем «Ок». Теперь еще не спешите. Возвращаемся немножко назад. Здесь также есть история поиска. Вот вы нажали на историю поиска. У меня здесь вот это уже отключено. История приложений и веб-поиска не сохраняется. Если у вас здесь сохраняется, обязательно тоже выключите. Потому что где вы все посещаете, любой сайт, любую ссылку, открываете любую страницу, все запоминается и все сканируется. На основе этого присылается реклама. В общем, у кого вот здесь включенная эта галочка, обязательно нажимайте и отключайте. Вверху вот здесь также есть управление данными. Тоже нажали. И вот здесь, видите, у меня отключено. История приложений и веб-поиска. Тоже отключайте. Возвращаемся теперь стрелочкой назад. Есть еще раздел, который называется персональные результаты. Вот зашли сюда, показать персональные результаты. Обязательно тоже отключаем вот это дело. Все, возвращаемся назад. Выходим полностью с этих настроек. Смотрите, практически у каждого на телефоне стоит Google Chrome браузер. Даже если вы ним не пользуетесь, то в основном по умолчанию, даже при покупке, они устанавливаются автоматически. И он тоже, к сожалению, собирает много информации и отправляет различные запросы, чтобы контролировать ваш телефон. Смотрите, заходим в ваш Google Chrome браузер. Вот здесь нажимаете на троеточие вверху. Заходим на настройки. И нужно найти конфиденциальность и безопасность. Нажимаем сюда. И вот здесь есть такая настройка, которая называется «Отправлять запрос до вноутрек». Она по умолчанию во всех выключена. Дело в том, что все сайты, которые вы просматриваете, они отправляют разную информацию разработчикам, разным сайтам, разным людям, которые могут отслеживать не только ваше местоположение, но и куча разной информации, которую вы смотрите. В общем, нужно зайти на вот эту строчку и нужно запретить отслеживание. Вот нажимаем просто вот так вот ползунком и включаем вот эту хорошую настройку, которая во всех выключена. Возвращаемся назад. Дальше выходим полностью с этих настроек. И снова нужно зайти в наши стандартные настройки. Вот заходим, опять же ищем вкладку, которая называется «Google». Заходим на нее. Переходим на все сервисы. И теперь находим настройку, которая называется «Персонализация с учетом общих данных». Вот здесь смотрите, у меня сейчас 5 приложений, у вас может быть 7-10 приложений, у кого-то даже просто одно приложение. И все они будут активированы. Вот вы зайдете сюда, если вы ни разу здесь не были, 100% у вас все будет активно. Это я уже ранее здесь подключал просто. Здесь внизу написано, что мы разрешаем приложением Google использовать данные на устройстве. А это, допустим, если это карта, это ваше местоположение, где вы бываете, все ваши дорожки и тому подобное. Gmail – прочитывается вся ваша почта, все ваши письма. YouTube – то, что вы смотрите. Google Chrome – то, что вы ищете в браузерах. Даже ваши контакты на устройстве. Помимо того, что это постоянно сканируется, оно разряжает и вашу батарею сильно. И плюс отправляет неизвестные данные на разные сервера Google. В общем, вот это нужно обязательно поотключать. Смотрите, я у себя, допустим, оставляю только YouTube, если он есть. Тут уже по желанию, если вам нравится реклама, которая просылается от YouTube, и вы очень часто пересматриваете все ролики, то, конечно же, вот эту настройку оставляйте. Если вы изредка туда заходите, редко пользуетесь приложением YouTube, то можете спокойно вот таким образом отключать вот этот ползунок. Дальше показываю следующую важную настройку. Выходим полностью, чтобы вы не запутались. Заходим снова в наши стандартные настройки. И теперь внизу ищем местоположение. Вот, можете определить по вот такому значку. Нажимаем сюда. И вот здесь зайдите в раздел, который называется «Геолокация». Здесь несколько важных настроек. Допустим, такие, как «Передача геоданных». Вот загружается вот такая страничка. И вот здесь выключите. Вы не показываете свое местоположение другим пользователям. Если она у вас активная и включенная, то обязательно нажмите сюда и просто вручную отключите. Дальше возвращаемся назад. И внизу у нас еще две важных настройки. Это поиск сетей Wi-Fi и поиск Bluetooth устройств. Они тоже по умолчанию будут работать и включенные. Вот эти настройки, они разрешают разным приложениям и сервисам искать сети Wi-Fi, даже когда Wi-Fi отключен. То есть Wi-Fi ваш не работает, Bluetooth ваш не работает. Вы идете по улице, а постоянно идет поиск сетей, которые находятся вокруг вас. И вас могут находить, и вы также всех находите. Но это настолько бесполезная настройка, потому что, во-первых, почти все Wi-Fi и почти все Bluetooth, они запаролены, и вы просто так не подключитесь. Если вам даже нужно к кому-то подключиться, вы самостоятельно заходите в Wi-Fi настройки или в Bluetooth настройки и ищите то устройство, к которому вы хотите подключиться. А так вы просто идете по улице элементарно. Представьте, вокруг вас сколько вот этих Wi-Fi точек, сколько людей, у которых включены Bluetooth, потому что в них беспроводные наушники. И вот эти все сети беспрерывно ищутся, постоянно перелистываются. И это колоссальный разряд вашей батареи. Конечно же, вот это отключаем. И вот здесь внизу, где поиск Bluetooth устройств, эта настройка точно так же работает. Отключаем. Продолжение следует...